Здравствуйте, Константин! Расскажите Ваше впечатление о проведении Кубка Украины и с какими Вы трудностями столкнулись? Здравствуйте! Впервые за очень много лет, если я не ошибаюсь, около 20 лет в Харькове проводится турнир, чемпионат такого статуса, как финальный Кубок Украины по детям, по юниорам и юношам, по мужчинам и взрослым. Мы провели большую неделю бильярда в Харькове и впечатление только положительное, особенно тем, что все ребята, которые не играли несколько лет, возвращаются в спорт. И посещаемость известных спортсменов большая была, это несколько чемпионов мира, по бильярду женский состав, очень сильный по уровню. Очень много мастеров спорта, один заслуженный мастер спорта, очень много кандидатов в мастера спорта. И такие ребята, как Игорь Литовченко, Марк Плешко, Александр Ивини Паломарь, Анна Котляр, Настя Ковальчук, Алена Афанасьева. Это целый состав нашей страны. Игорь Литовченко, Марк Паломарь, Анна Котляр, Настя Ковальченко, Алена Афанасьева. Игорь Литовченко, Марк Паломарь, Анна Котляр, Настя Ковальченко, Алена Афанасьева. Игорь Литовченко, Марк Паломарь, Анна Котляр, Настя Ковальченко, Алена Афанасьева. Игорь Литовченко, Марк Паломарь, Анна Котляр, Настя Ковальченко, Алена Афанасьева. Уважаемые участники и гости соревнований, закончился финал Кубка Украины по свободной пирамиде среди мужчин и женщин. У нас определились убедители соревнований. Мы переходим к награждению спортсменов. Награждение проводят председатель отдельного подразделения Национальной Федерации спортивного бильярда Украины-Харьковской области Константин Сердюк. А вообще, если говорить о харьковских заслугах на этом финале Кубка Украины, из 8 призовых мест, 5 мест, включая первое и третье, Кубок остаются в Харькове. Главный судья соревнований, судья международной категории Сергей Лиховайда, директор бильярдного клуба «Моррис» Константин Титов. Среди женщин бронзовым призером соревнований стала мастер спорта международного класса из города Кривой Рог Удовкина Мария. Также бронзовым призером соревнований стала мастер спорта международного класса из города Харьков Афанасьева Алена. Меня зовут Алена Афанасьева, я из города Харькова, двукратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса. Скажите, какое место вы заняли в Кубке Украины? На этом турнире третье место. Был сложный кубок? В принципе нет, все как обычно. Приехали сильные девочки, поиграли, поучаствовало. Все достаточно прагматично, как всегда. Спасибо. Вы довольны своим результатом? Нет, ну конечно, хотелось выиграть, но с тем, что я делала длительный перерыв, не участвовала на соревнованиях, поэтому молодежь растет, подрастает. Поэтому, в принципе, не довольна, но рада. А какие ваши дальнейшие планы, расскажите? Ну, по возможности, на следующий год, если будет получаться, буду ездить дальше на соревнования. А что бы вы пожелали участникам бильярда? Играть в бильярд, развиваться, тренироваться, расти, ездить на соревнования, повышать свой уровень, мастерства, чтобы достойно выступать, не только представлять Харьков и Харьковчан, но и на международных турнирах. Расскажите о своем впечатлении об организации данного Кубка Украины. Организация хорошая, клуб очень хороший, я в этом клубе по возможности приезжаю тренироваться, клуб очень нравится, гостеприимный, организация хорошая, соревнования. Все достаточно, Харьков всегда славился хорошим организацией соревнований, поэтому, как всегда, принял на высоком уровне. Серебряным призером соревнований стала мастер спорта международного класса из города Кременчук Анастасия Ковальчук. Здравствуйте, меня зовут Настя Ковальчук, я из города Кременчук. Прям как сложно, слаженно даже. Какое место вы заняли? Второе. Молодцы. Как вы считаете, что вам не хватило до первого места? Не хватило, ну скажу так, я не знаю, почему сегодня ужасно я играла. Наверное, это все-таки немножко усталость, потому что я на этот турнир приехала сразу после чемпионата мира. И до этого тоже были турниры в Москве, и я немножко морально подустала от турниров. Сейчас тоже я через день в Москву улетаю на турнир, так что не хватило немножко меня. Хороший турнир, хорошая организация. Надеюсь, Харьков еще будет делать такие турниры, и с удовольствием будем приезжать. Что бы вы пожелали игрокам бильярда? Удачи и терпения. Спасибо большое. И победителем Кубка Украины среди женщин по свободной пирамиде 2016 года стала мастер спорта из города Киева Анна Котляр. Здравствуйте, я Котляр Анна из города Киева, мастер спорта. Скажите, какое место заняли? Первое. Поздравляем вас. Тяжело был финал? Да, финал, безусловно, тяжелый, все как по стандартам, контр, 7-7, драма затянулась, как обычно. Приветствуем, пожалуйста, призера с виде женщин. Спасибо. Давно вы занимаетесь бильярдом? Да, уже, наверное, около 12 лет, с 8 лет занимаюсь бильярдом. Поделитесь вашими ощущениями, когда вы забили финальный удар? Ну, так тяжело описать, наверное, наверное, эйфория какая-то, радость, счастье. Сначала еще не понимаешь, что все закончилось, но потом уже, когда все поздравляют, ты понимаешь, что уже все, выиграла. А какие ваши результаты по бильярду, вот расскажите, достижения? Ну, я выигрывала чемпионат мира и Европы до 18 лет, также многократная чемпионка Украины среди женщин, ну и юношеские соревнования тоже. Расскажите, ваши впечатления о организации Кубка Украины? Безусловно, очень хорошая организация, город Харьков я люблю, потому что у меня тут куча родственников, и, как сказать, в родных стенах всегда хорошо выглядит, поэтому все отлично. Скажите, большая была поддержка у вас? Да, вот что, что, поддержка была большая. Что бы вы пожелали игрокам в бильярд? Терпения, выдержки и постоянных тренировок. Среди мужчин бронзовым призером в соревновании стал кандидат мастера спорта из города Киев, Освечнюк Максим. Также бронзовым призером в соревновании стал представитель города Харькова Котенко Александр. Серебряным призером в соревновании стал представитель города Одессы Марк Плешков. Меня зовут Марк Плешков, я с Одессы. Занял второе место на Кубке Украины в Харькове. Поделитесь вашими впечатлениями о данном Кубке Украины. Все очень было хорошо, организация была хорошая, финальная встреча вообще отлично была, все было огорожено. Ну, было хорошо, соперник был очень тяжелый, и мне очень было трудно, хотя я давно хотел с ним сырой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, были волнения, не получилось что-то. Сложно ли было дойти до финала? Ну, в Американскую пирамиду вообще всегда очень тяжело. Одна ошибка, и можно проиграть партию. Конечно, было тяжело, очень много хороших соперников было, но, скажем так, в некоторые моменты мне повезло. Вы давно занимаетесь бильярдом? Ну, лет 8, лет 5-6 езжу по турниру. А расскажите о своих результатах в бильярде, какие вы достижения? Ну, особо такого не было. В прошлом году выиграл кубок, летом, в Киеве. Он проходил тоже по Американской пирамиде, в русский бильярд. Хотелось, конечно, сегодня тоже выиграть, но не получилось. Но вы все равно довольны результатом? Ну, скажем так, да. Второе место на Кубке Украины, я считаю, что это какой-то хороший результат, скажем так. Какие планы дальнейшие у вас? Есть еще два турнира до Нового года, потом отдых и тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Желаю вам достичь успеха и пожелайте участникам бильярда. Что я? Участникам или болельщикам? Ну, участникам в дальнейшем, как бы, бильярде. Те, кто хотят заниматься, скажем так, на более-менее на профессиональном уровне, я говорю, что надо только тренироваться, потому что без тренировок ничего не будет. И победителем Кубка Украины 2016 года по свободной пирамиде среди мужчин стал заслуженный мастер спорта, представитель города Харькова Александр Паламарьков. Здравствуйте, Александр Паламарь. Расскажите, какое вы место заняли? Первое. Тяжело было идти до финала? Как вам игралось? Расскажите нам. Игралось, ну, не сказать, что тяжело. У нас больше было очень интересно играть, поэтому дома всегда приятно играть. Было легко, поддерживали. Земляки на меня. Очень большое им за это спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажите, были сложные соперники? Все были на самом деле сложные соперники, но просто я играл, получилось, что я так играл более раскованно. Соперники все были, конечно, очень хорошие, несмотря ни на возраст, ни на звание, ничего, все на уровне бильярда настолько высок, что абсолютно даже КМС может показать очень высокую игру и ничего не будет удивительного, если он обиграет заслуженного мастера спорта. Скажите, а что вы почувствовали, когда забили последний шар? Ну, знаете, это такой турнир больше, я почувствовал облегчение от того, что, знаете, как титул можно потерять в первом круге, а в первом круге его выиграть нельзя, но и почувствовал облегчение просто от самого, ну, то, что я, в принципе, очередной раз доказал, что я могу. А давно вы занимаетесь бильярдом? 20 лет. А расскажите о своих каких-то самых-самых значительных побед в данном виде спорта. Ну, у меня очень много побед разных. Трех раз чемпион Европы, Кубки Европы, обладатель Кубки мира, четырехкратный серебряный призер, бронзовый призер чемпионатов мира. Ну, в общем, много-много коммерческих турниров, ну, очень много можно перечислять, на самом деле. А есть партия, которая самая запоминающаяся в вашей жизни? Была у меня, была одна встреча запоминающаяся в моей жизни, это было как бы в 2005 году, я тогда играл с семикратным чемпионом мира. Это очень известная встреча на великолепной восьмерке, и это была, ну, как бы такая переломная встреча, перехода уже в более, ну, на более высокий уровень уже. То есть, играл уже, в принципе, после этого события, уже играл значительно стабильно, постоянно. Какие ваши дальнейшие планы, расскажите нам? В дальнейшие планы, ну, заниматься бильярдом и выигрывать турниры, приносить радость семье, своему городу, своей стране. Желаю вам добиться этих результатов, и что бы вы пожелали участникам бильярда? Я могу дому пожелать только упорной тренировки, упорной тренировки, упорной тренировки. Кто будет работать, тот будет обязательно поожрем в том или иной степени. Он может не стать чемпионом, но у него будут зато замечательные ученики, поэтому обязательно все трудитесь и работайте. Спасибо большое. Слово на закрытие соревнований предоставляется руководителю отдельного подразделения Национальной Федерации спортивного бильярда Украины в Харьковской области Константину Сердвику. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Со стихами мы не готовы уже. Как будет следующее открытие? Словно, огромное благодарность всем здесь присутствующим, всем спортсменам, всем организаторам, которые доверяют нам. И очень приятно за тот состав, который собрался на этом соревновании в Харькове в последнее время, последние месяца лет. Соскучились все, всем мы харьковщане соскучились за такими соревнованиями. Поэтому всем спасибо спортсменам, организаторам, судям, Национальной Федерации. Всем, кто помогал, всем, кто рядом, без вас, вернее, с вами, но и в будущем. Я думаю, все мы сделаем правильно и быть развитием пирамиды в Украине. Всем спасибо. Добрый день. Пудовкин Олег Анатольевич, директор детско-ношеского направления Федерации спортивного бильярда Украины. Расскажите нам ваши впечатления об организации данного проведения Кубка Украины. Впечатления очень хорошие. В городе Харькове мы уже не первый раз. Константин Сердюк организовывает такие мероприятия, скажем, не впервые. Уже опыт есть проведения таких мероприятий, поэтому все прошло, как должно проходить. Количество людей на нынешний момент, скажем, не очень большое, да, это 58 человек. На связи с тем, что у нас творится в Украине по поводу Луганска, Донецка и Крыма, то мы потеряли три региона, которых, скажем, численность в бильярде немножко упала из-за этого. Но все равно мы работаем, продолжаем работать. Город Харьков планирует на следующий год взять тоже мероприятие. Уже поданы заявки. У нас будет проходить генеральная ассамблея в январе месяце, где будет утверждаться проведение мероприятий. И надеемся, что мы еще не первый раз приедем в город Харьков. Расскажите о ваших дальнейших планах. Дальнейших планах по детско-иншинскому направлению или вообще в федерации? Давайте в федерации. Ну, как я только что сказал, что у нас будет проходить генеральная ассамблея, где будет утверждаться всеукраинский график мероприятий. На 2017 год это 4 этапа кубков для детей, 4 чемпионата для детей, потом 3 чемпионата для взрослых и 4 этапа кубков для мужчин и женщин. Что бы вы пожелали игрокам, организаторам? Ну, организаторам, наверное, я бы пожелал больше работы, больше работы именно со спонсорами. Как любой спорт, бильярдный спорт всегда нуждается в финансировании и в очень крепком финансировании. Это призовые фонды, это выезда спортсменов. Все мы прекрасно понимаем, что спортсмен должен жить за счет спорта, только тогда он сможет давать хороший результат. Поэтому в нынешнее время, конечно, нужно очень крепкое финансирование любого вида спорта. Поэтому я желаю представителям федерации Харьковской больше работы со спонсорами, чтобы больше находилось людей, которые будут спонсировать такие мероприятия. Спасибо большое. Я от судейского корпуса, я думаю, от всех зрителей, от всех действительно настоящих любителей бильярда. Хочу выразить слова благодарности, безусловно, клубу, руководителю, всему обслуживающему персоналу, которые сделали праздник. Которые ухаживали, помогали нам в проведении. Спасибо огромное. Мы надеемся на следующие большие события и соревнования. Вам успехов и процедуров. Ребята, огромное спасибо за то, что пришли, за то, что участвовали. Ну, жутко было приятно, что я доставил вам такой праздник. Спасибо. В следующем году мы планируем провести не только финальный Кубок Украины, а еще и чемпионат Украины «Отбор на мир». Это тоже будут соревнования проходить не три дня, а целую неделю, как и в этот раз. Также планируем в следующем году провести четыре чемпионата Украины по детям от 4 до 11 лет. То есть нигде, ни в какой стороне не проходят такие чемпионаты по такому возрасту. Атмосфера клуб готова принимать соревнования такого статуса. Команда уже за этот год набралась опыта. И, скажем так, наших судей харьковских даже приглашают на судейство чемпионата Кубка Украины в других городах. Команда сильная, с такой командой легко идти. Поэтому, думаю, что проблем не будет в следующий год провести на уровне. Скажите, а какие регионы принимали участие в данном Кубке Украины? 11 регионов приняли участие под детям, юниорам и юношам. Еще мы протокол не получили о проведении этого Кубка Украины, но регионов больше, чем 11. Я думаю, что около 15 регионов нашей страны приехало к нам в любимый город Харьков. Ваши ученики принимали участие в Кубке Украины? Да, у нас перед... Во-первых, по детям, это у 4 до 11 лет, были в основном мои ученики, это 90% учеников. Если говорить о юниорах, юношах и девушках, где 11 регионов было, конечно, Харьков команду выставил большую по количеству. И по призовым местам Родионов Андрей, он занял серебро по финалу Кубка Украины. Но после финала Кубка Украины провели еще чемпионат за звание абсолютного чемпиона Украины. Родионов Андрей, харьковчане, ученик 169-й школы, занимает первое место и становится абсолютным чемпионом Украины среди юношей. Если говорить о взрослом в финале Кубка Украины, то это детский, который проходил перед этим, и был отбором на этот финал Кубка. И, скажем так, дети выступали с младших категорий даже на финале Кубка Украины. Ученик от НК Александр занял третье место в бронзу Кубка Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольны вы результатом ваших учеников? Конечно, доволен, потому что, как минимум, мы, спортсмены, все ездим на такие соревнования, в первую очередь, для опыта. Довольны посещаемостью, довольны тем, что они с большим удовольствием приезжают к нам в регион. И довольны своими учениками, потому что они проявляют большой интерес, они растут. И одно дело ехать в другие города на получение этого опыта, да, а другое дело, когда уже в твоем родном городе проводятся такие чемпионаты, и доступнее, скажем так, участие в таких турнирах, и, соответственно, опыт растет. Учеников много, и возраста разные. Ну, практика показала, что 5-6 таких турниров достаточно для опыта, для того, чтобы ребенок уже начал занимать призовые места. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!